18 сентября в единый день голосования депутатам Народного собрания парламента КЧР предстояло голосовать дважды на общероссийских выборах в Государственную Думу, а также избирать главу Карачаева Черкесской Республики. Но если в первом случае до объявления результата сохранялась небольшая интрига, то избрание на должность главы Карачаева Черкесии кандидатуры Рашида Темрезова, внесенной президентом Владимиром Путиным, не вызывало сомнений у аналитиков. Так и случилось в результате тайного голосования все 49 депутатов парламента КЧР, присутствовавшие на сессии, отдали свои голоса за Рашида Темрезова. Темрезов Рашид Борис Кеевич, 49 голосов. Постановили. Дайте дочитать. В соответствии с Конституцией Карачаева Черкесии Рашид Темрезов принес присягу на верность народу республики. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать права и верно служить международного народа Карачаева Черкесии, соблюдать и защищать Конституцию и законы Российской Федерации, Конституцию и законы Карачаева Черкесии, стоять на страже единства и целостности Карачаева Черкесии, составили Российской Федерации. Председатель Народного Собрания парламента КЧР Александр Иванов вручил избранному руководителю Карачаева Черкесии символы власти, штандарт и знак главы Карачаева Черкесской Республики. Надо сказать, что эта процедура Рашиду Пориспеевичу знакома. Впервые он проходил ее 1 марта 2011 года. Тогда Темрезов сменил на посту главы республики добровольно ушедшего в отставку Бориса Ибзеева, став одним из самых молодых руководителей субъектов Российской Федерации. Это интервью телекомпании «Черкеск» Рашид Темрезов дал через год после его избрания на должность главы Карачаева Черкесии. У вас еще впереди несколько лет работы. Конечно, может быть, это несколько неэтично и некорректно говорить, но рано или поздно этот момент наступит. Что бы вы хотели оставить в сердцах людей, какой след и вообще не только в сердцах, а вот в жизни народов Карачаева Черкесии, вот ваша, может быть, мечта или желание, после того, как Рашид Темрезов первый срок, может быть, и второй быть, но это дело будущего, завершится? Ну, не хочу быть банальным, да, когда, конечно, у меня самое большое желание, это в первую очередь, чтобы улучшить качество жизни людей, каждого жителя нашей республики. Конечно, мне хотелось бы, чтобы было гораздо лучше и качество, и образование, и медицины, и тех, еще раз повторюсь, вот того набора социальных услуг, которые должны наши граждане на сегодняшний день получать. Ну, конечно же, есть такие, может быть, мегапроекты, да, которые хотелось бы осуществить, и мы все для этого делаем. И вот если мы вот такими вещами, практическими, ну, вот снимем те определенные проблемы, те многие проблемы, которые сегодня существуют, я думаю, что вот здесь уже можно говорить о том, что ты что-то сделал. И надеюсь, когда у нас будет беседа, ну, по прошествии какого-то определенного времени, мы уже сможем говорить о том, что у нас не осталось негазифицированных сил, хотелось бы на это надеяться. У нас нету такой очереди в детские сады. И так далее, и так далее. И вот спустя пять лет впервые в истории Карачаева-Черкесии первое лицо республики избирается на второй срок, что, безусловно, говорит о стабильности в регионе. Весомый вклад в социально-экономическое развитие Карачаева-Черкесии внесли все без исключения руководители нашей республики. И Владимир Исланович Кубиев, и Владимир Магомедович Семенов, которые сегодня здесь присутствуют, и Мустафа Анатольевич Батыев. И Владимир Сахарович Икзеев. Пять лет назад, находясь в этом зале, я говорил о том, что мы приложим все усилия для придания новой динамике экономическому развитию республики, о том, что нам необходимо преодолеть глубокую дотационность и довести уровень социальных показателей в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты до общероссийской. Сегодня мы можем говорить о конкретных практических результатах нашей работы. Карачаева-Черкесия впервые в истории вышла из категории высокодотационных регионов. В республике появились десятки новых социальных учреждений, преимущественно в сельской местности. Значительно улучшилось качество дорог. Большой объем работы выполнен по газификации, водоснабжению, по развитию сельского хозяйства, промышленности и, конечно же, туризма, как одной из приоритетных отраслей экономики. Избавившись от приставки исполняющей обязанности, глава республики на минувшей неделе сделал несколько кадровых назначений. 19 сентября Тимрезов подписал указ о назначении членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Арашукова Рауфа Раульевича. Еще через два дня определился и председатель правительства Карачаева-Черкесии. Им стал Аслан Озов, до этого работавший в должности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Карачаево-Черкесии. Имеет степень доктора экономических наук. Кандидатуру Аслана Озова также единогласно поддержали депутаты Народного собрания КЧР. Я уверен, что мы, правительство и депутатский корпус, будем работать совместно. Большинство решений будет принимать только с вами. И надеюсь, что вы будете поддерживать правительство. Согласно законодательству, не позднее 14 дней после назначения новый премьер должен будет представить главе Карачаева-Черкесии структуру и персональный состав регионального правительства. Я думаю, что состав правительства будет изменен, наверное, незначительно, потому что если работают профессионалы, я не вижу смысла менять. А учитывая, что с каждым новым правительством происходит определенная ротация, некоторые члены правительства покинут свои посты. Ну а в конце минувшей недели, в пятницу, 23 сентября, глава Карачаева-Черкесской республики Рашид Темрезов был уже в Кремле, где состоялась встреча президента Владимира Путина с вновь избранными главами субъектов Российской Федерации. Вступая в должность руководителя региона, вы не должны забывать, что вы будете представлять интересы всех граждан России, проживающих на этой территории, вне зависимости от их политических предпочтений. И должны быть нейтральными в этом смысле, поддерживать контакты и слушать представителей всех политических сил, но не только тех, которые оформились в качестве официальных партий, зарегистрировались в таком качестве, но и представителей гражданского общества, всех людей, которые проживают на территории, и которые занимают активную позицию, и стараются довести до вас свои чаяния и надежды. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.